Девчоночки мои дорогие, всем огромный привет! Прошу прощения за голос, как обычно. Я извиняюсь перед вами. Обзор на видео Самвела называется Усветы. Отвлекаем, развлекаем и посылка с пасочками. Как обычно, на Игрене, но уже не в доме, а во дворе, Андрей со Светланой. И тут же Коля снимает видео. И Самвел у нас, конечно же, в центральную роль занимает. Центральное место в этом видео. И пытается как-то со Света беседовать, отвлекать ее. Рассказал, что прислали ему на праздник Юля Сум, городы Суммы, по-моему. Прислала пасочки, и он хочет угостить и сытника. Вытащил с машины коробку такую большую, картонную. Ребят, и по своей привычке, давай этот скотч разрывать зубами. Вы вообще представляете, какой путь прошла эта коробка? Где она только не валялась? Чего она только не нацепляла на себя эта коробка? Сколько там инфекций, я просто не представляю. Представляю, Коля предложил ему, давай возьмем там что, ножницы, нож разрежем. Нет, а зачем? Это все зубами, рот, грязные руки. И человек боится вируса, да, боится вируса, рассуждает про маски. Вы помните, когда мы с вами обсуждали эту тему, женщина ехала в маршрутке без маски, его это так возмущало, но он, конечно же, и ничего не сказал, но просто поносил эту женщину после выхода из транспорта, как только мог, там до оскорблений доходило. Все такие вот дураки, курицы глупые, безмозглые, не соблюдают масочный режим. Ну, Севка боится вируса, и тут же зубами эту коробку облизал всю, пока разорвал этот скотч, девчонки. Этому человеку остается только удивляться. Я искренне удивляюсь, как в нем совмещаются вот эти вот отрицательные, отрицательные, положительные, набор такой во флаконе, все вместе. Я не понимаю, что у него в голове, действительно, вот как каша или винегрет. Сам себе противоречит. Сегодня он говорит одно, завтра другое, а делает третье. Ну, в общем, человек абсолютно нецелостная личность. Света посетовала, что в связи с такими нехорошими, да, горестными событиями в семье, что касается Томаса, собачка умерла. Она говорит, я в четверг ничего дома не сделала, не убралась, ни пасочки она не пекла. Конечно же, женщине было не до этого. Все в переживаниях, в слезах, мы все это видели, я ее прекрасно понимаю. И она говорит, впервые в своей жизни я не пекла паски, хотя всегда этим занималась. И Самвел говорит, ай, ничего страшного, я тоже не убирался в доме. Самвел, ты вообще, по-моему, никогда в доме не убираешься. За редким-редким исключением мог бы пригласить к себе эту свою домработницу, которая наводит у тебя в порядке. Какие проблемы? Так что ты, Севка, примером для людей не можешь быть. То, что ты не убираешься, это не обозначает, что это норма. Света всегда, мы знаем, убирает, у нее в доме всегда чисто. Этот случай, это было исключение, исправило, повторюсь еще раз, потому что в доме произошла вот такая вот трагедия. По поводу захоронения, девчонки еще не там поговорили, щеночка этого. Сева говорит, что вообще-то ему написали зрители в комментариях, что нужно было кремировать. По одной причине, что заболевание было инфекционное у собачки, и чтобы собаки не разрыли, да, не достали этот труп, и не дай бог не разнесли эту инфекцию и дальше, и не начали сами погибать. Ну, Андрюха говорит, я глубоко вроде как закопал, такого не должно произойти, и где вообще эту кремацию искать, я даже не знаю, девочки, есть ли в Днепре такая услуга для собак, это под большим-большим просто вопросом. Думаю, вряд ли такое существует, хотя, ну, может быть. Знаю, в Москве точно существует, и уже давно крупный, огромный мегаполис, возможно, в Днепре. Не знаю, девчонки, ничего не могу сказать по этому поводу. Посадят они деревце, эту розу, эту кустовую. Сказали, что в честь Томаса, и назовут так, и будут ухаживать. Светлана даже делала предположение, что вот надо было, может быть, захоронить во дворе. Думаю, этого делать, конечно же, не надо. Напоминать себе, постоянно грустить этот негатив. Ну, не знаю я, такое себе знаете. Такая мысль, мне кажется, неправильная ей в голову пришла. Хотя тут же собаки у них проживают. Нюх развит, и они бы учуяли, конечно же, что-то. Думаю, неправильно. Вот захоронили там где-то в посадочке, и действительно, это было самым верным решением принятым. Ребят, разгорелся спор по поводу Пасок. Когда их светить, когда праздновать, когда можно их кушать, уже нельзя. Я удивляюсь, еще раз и еще раз повторяю. Самвел, человек жил в селе, мне казалось, должен знать все эти законы, обычаи, что, как, обычно, как у нас происходит в семьях. Все идет от родителей, от наших бабушек, дедушек, правильно ведь? Мы, дети, впитываем это от родителей, от обычаев, которые происходят в семье. Мамы, бабушки светили эти пасочки у нас когда? Я помню хорошо, в ночь, с субботы на воскресенье. И потом еще в воскресный день, там с утра они ходили, ну, до обеда, может быть, можно было посвятить эти пасочки. Что этот севка несет, не натянешь ни на одни уши. Отсчет он начинает от Страстной Пятницы, которую называется Страшной Пятницей, почему-то не знаю. И считает, до субботы это сутки, до воскресенья это двое суток, и у него Пасха в понедельник, девочки. И тут же говорит 2-го числа в понедельник с фразами «Вы что, с ума посходили? Вы что там ненормальные? Вообще-то, Боже, упаси!» звучит с экрана. Сева, Сева, очнись, не гневи Бога, Самвел. Я не понимаю, вообще о чем ты думаешь, что ты лепишь. Ощущение, что вот речь его не связана с мозгом вообще никак. Человек не задумывается. Или, если ты не знаешь, если ты не понимаешь и вообще не разбираешься в этом, самое умное, что ты мог сделать, это просто закрыть рот и помолчать, и послушать, что говорят люди. Андрей тебе рассказывает, объясняет. Нет, он спорит, девочки, просто выпрыгивает из штанов, он спорит с пеной у рта и доказывает такую чушь, чушь просто. Несет, я не знаю, как этот человек вообще берет на себя какие-то такие обязанности доказывать то, что не соответствует действительности. Мне очень странно, и я в который раз удивляюсь этой самовлюбленности в себе, самоуверенности в себе. Понятное дело, что в апреле 30 дней. Он просчитался, говорит, что 31 день. И Пасха у него выпадает на понедельник, хотя воскресенье. Почему сам день называется воскресенье, да, от слова воскрес. Ну, у него Пасха почему-то воскресенье. Доказать ему ничего невозможно, это вообще гиблое дело. Ребят, поговорили там еще по поводу слова плащевница. Сказала Света или Андрей, опять начал хихикать. Увижу, Света уже бедная так рукой прикрылась, голову в сторону и разговаривает с Колей. И он стоит и продолжает смеяться, настоятельно хихикать, повторяет это слово плащеница, объясняет, как правильно нужно его произносить. Господи Самвел, проследи лучше за собой. Ты вот тупой и еще тупее, как называется. За собой следи, и будет тебе счастье. Где-то нужно просто промолчать, за умного сойдешь. Вот мой такой совет, очень простой, но действенный, по-моему. Девчонки, напишите, кстати, что и вы думаете по поводу всего этого. Вы тоже, я уверена, посмотрели это видео. Света пригласил Сытников к себе в гости и сходить потом в церковь, говорит, недалеко от меня находится. Света, кстати, с удовольствием тут же сразу согласилась. Ей уже бедной надоело принимать этот цыганский табор у себя, постоянно они толкутся. Она сразу же согласилась. Вопрос только в другом. Мамка будет присутствовать? Потому что если будет мамка, то, конечно же, покоя и какого-то отдыха не предвидится никому. Не только Сытникам, но и нам с вами, зрителям тоже. Я думаю, вот было бы очень хорошо и замечательно, если бы эта мамка отсутствовала. Вот если бы ее не было там. Ни в церкви, ни после церкви, ни за столом. Девочки, сомневаюсь, конечно. Ну, мы с вами все увидим. Пишите комментарии. Буду с удовольствием и с нетерпением ждать. Всем хорошего дня и всех вас от всего сердца, от всей души. Поздравляю с наступающим таким великим, светлым праздником. Всем здоровья. Пока, девчонки.